Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Перед вами картофельное пюре с укропчиком. И как вы думаете, что мы приготовим? Я слышу, я вас слышу, потому что вас уже внимательных, моих подписчиков, не проведешь. Если мишень на столе, значит мы работаем правильно, с тестом. Дело в том, что вчера мы были у Лены в гостях, она нас угощала варениками с картошкой, и мы так наелись, и такие вкусные были. А сегодня Саша говорит, я бы тоже еще вареников поел. Я говорю, так сделай, а он говорит, а у меня рука, у него пока есть рука в бинту, поэтому он не сможет приготовить вареники, я приготовлю их сама. Я сварила картофель, добавила чуть-чуть сливочного масла, уже посоленный, и молодой, свеженький укропчик с огорода, ароматный, ароматный. Начинка остывает, а мы с вами, не теряя времени, замесим тесто. Опять, из того, что было, что произошло? У меня в холодильнике стоялись сливки. И вот так сливок осталось, я за них забыла, и они совсем уже, знаете, для десерта не подходят. Поэтому я, смотрите, видите, налила теплой воды сюда, и сделаю на этих сливках, если это можно назвать на сливках, на остатках, пол-литра воды. Прямо творог получился. Вода, видно, была сильно горячая. Сейчас мы замесим тесто. Получается пол-литра, это могут быть кефир, это может быть сыворотка, это может быть сметана, разведенная водой, и это может быть просто вода. Дальше. Одно яйцо я сейчас разделю на белок и желток. Не буду белок добавлять, потому что от белка немножечко будет такое, знаете, более упругое тесто. Нам оно упругое не надо, нам оно нужно мягенькое. Так, одно яйцо, чуть-чуть, буквально на пол-литра столовую ложку растительного масла, это для эластичности, и, конечно же, соль. Соль сразу я добавляю где-то чайная ложка под нож, а потом, уже когда готовы, я люблю, когда и пирожки, и вареники, когда сверху присаливаю. Дальше. Сейчас я буду просеивать муку. Смотрела видео Самвела, как он готовил торт пломбир, и как он сказал, что женщины на производстве просеивают муку. Нет, мой хороший, никто ее не просеивает, так что мы должны муку просеять, потому что на производстве там есть и грызуны, и кого там, и хвостуны, кого там только нету. Поэтому муку обязательно просеиваем. Это так, знаете, немножко положительных эмоций, потому что, если строго относиться ко всему, можно с ума сойти. Так, и начинаем вымешивать. Ничего, что желток я не перемешала, сейчас оно все перемешается. Вымешиваем тесто средней консистенции, нередкое, негустое, то есть между пельменями и обыкновенными варениками. Я вам скажу, что тесто будет отличное. Если вы будете варить более толстые вареники, можете добавить немножко сотки, можете добавить немножечко дрожжей. У меня очень много есть рецептов теста для вареников. Я вам скажу, что каждый рецепт, вот открываешь в холодильник, что-то нашел, и каждый рецепт по-своему отличается от предыдущего. Поэтому я вам его сегодня тоже показываю и хочу вам донести до вас, что жидкость, какая у вас есть, вот вы видели сливки с водой, все равно это очень хорошо. Из этих всех жидких ингредиентов получается у нас отличное тесто. Все, вы видите, что у меня уже начинает хвататься тесто. Муку я добавляю частями, вымешиваю. До того, пока я себя жгут руками, в одну сторону, вот я взяла эту палочку и вымешиваю в одну сторону, или плотную лопатку. И вот с каждым добавлением муки, добавляю где-то по полстакана, вы видите, что тесто становится все гуще, гуще и гуще. Вот еще раз, сейчас я досыплю полстаканчика, и уже можно будет вымешивать руками, потому что тесто уже готово для вымешивания руками. Вы видели принцип тестозамешивающей машины, вот так лопасть крутится, и тесто вымешивается. Вот то же самое у нас. Так, ну, я лично противник. Это не значит, что если я так делаю, все так должны делать. Нет, пожалуйста, покупайте комбайны. На то они и комбайны эти созданы, чтобы вы их покупали, и этими комбайнами, чтобы вы пользовались. То есть кухонными девайсами. Так, вот снимаю. Тоже вот, казалось бы, что это миллион раз сделал, но вот сам этот способ снимания теста из лопатки, с любого девайса, это тоже интересно, потому что если вы бы сейчас вот вытащили этот девайс и бросили в мойку, вот сколько теста вы бы просто-напросто отправили в канализацию. А так у нас лопатка чистая, и мы это все сделали. Так, и теперь вот так тесто сюда выбрасываем, и то же самое очищаем миску. Даже уже боюсь что-то говорить, потому что тут раз сказала за посудомоечную машину, и что у нас нету посудомоек. Так, начали писать комментарии. Все, притрусила, здесь у меня будет тесто лежать. И теперь вымешиваю. Я вам скажу, если взять на скорость, то такое тесто замешивается буквально за 3 минуты. Может даже, если с кем-то соревноваться, можно замесить его и побыстрее. Все, вы видите, что уже тесто не берется к рукам. И мы теперь просто-напросто вымешиваем его до однородности. Оно сейчас жидкое еще. Держу, оно падает. Видите, вот я вас учила. Это очень жидкое тесто, поэтому мы еще добавляем муки. И какое оно должно быть, я вам покажу в конце замеса. Ну что, смотрите, тесто я вымесила, все со стола подобрала. Чистая мишень. И вот вы скажете, ну как же узнать, когда уже тесто готово. Да я вам скажу, вот у меня руки чистые, и тесто уже без муки. Видите, нету здесь муки. И я вот вымешиваю, и тесто у меня не пристает. Вы видите, какое тесто? Абсолютно не хватает. И когда я его вот сейчас держу, видите, оно медленно, смотрите, задним пальцем, медленно, медленно, как будто бы падает. Вот это тесто готовое. Готовое для того, чтобы его поставить на 10 минут на расстойку. Дрожей нету, соды нету, но все равно клейковина, или как правильно сказать, для меня это клейковина, которая есть в муке, она должна набухнуть, и от этого тесто станет совсем-совсем другим. Все, мои хорошие. Тесто сюда. Накрываем салфеточкой. 10 минут забываем за тесто. Отдохните. Ну что, продолжаем. Я достала своего помощника, француза. Анечка, спасибо тебе большое, что ты прислала мне такого французского помощника. Он просто незаменим на кухне. Так, и теперь отрезаю от общего количества кусок теста. Показать вам, смотрите. Видите? Тесто, как вот мы положили, чуть-чуть, может, там полмиллиметра растеклось. Больше нет. То есть тесто у нас, мука у нас прекрасная. Она у нас не течет, не плывет, как в народе говорят. И тесто мы замесили с вами правильно. Так, сейчас я перемешиваю еще тесто, потому что оно немножечко такое мягкое стало, как на дрожжах. Перемесила. И пан-теля-пасе прошу на тесто. И раскатываем. Что-то сегодня на силиконе у меня тесто пляшет. Нет, 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 францужик. Ты, пожалуйста, не выделывайся. Я понимаю, что тебе жарко, но в любую погоду женщина на кухне готовит то, что семья любит. Так что, о, видишь, послушался меня. Уже хорошо раскатывает. Кто-то посмотрит первый раз с подписчиков, кто меня не смотрел, подумает, так она не нормальная. Она разговаривает с тестом. А я вам скажу, что с тестом разговаривать нужно. С любой, с любыми продуктами, с любым блюдом, с которым вы готовите, вы должны разговаривать. Честно. Тогда у вас все получится. Кладывать душу и разговаривать. Так. И раскатываем краи. Старайтесь сделать не круг, а сделать прямоугольник, потому что я не буду стаканом вырезать. Стаканом это долго панькаться с этими отходами. Вот раскатываю скалкой. И все. Для этих вареников я сделаю быстрее, тонкие, чем толстые эти вареники. Видите? Вот так вот раскатали, растянули. Начинячка у нас уже подостыла. Видите, как разошелся француз, что даже вас толкает. Все. Вот так вот достаточно. И теперь самое главное побольше муки подниз, чтобы вам было легко разрезать. и я на глаз режу полоски. Красивее вареник получается, если не прямоугольники, а квадратики. Намного красивее. Ну, как бабушка моя говорила, красота здесь сильно не нужна, потому что все во рту будет. Так вот здесь у нас немножко как бы прямоугольник, мы его подрежем. и теперь нарезаем вот такие. Хотите отдельно каждую ленту, хотите вместе, это как вы хотите. Вот разрезаю на такие квадраты. Вот видите? Легко. Хотите в эту сторону, хотите в ту. Ну, я почему-то и не левша, но вот не то, что левой рукой, а справа налево я не умею. Вот мне почему-то удобнее вот отсюда слева направо. Вот. И потом мы разрежем это. Ну, тут уже пусть она пока месть полежит. Так, беру начинку, еще раз повторюсь, начинка у нас подостыла, и мы ее так немножечко наверху взъерошим, потому что картошечка, понятно, что она чуть-чуть подостыла. Вот так взъерошим и будем формировать вареники. Но прежде подготовьте блюдо-разнос, куда вы будете выкладывать вареники. Если для заморозки, значит, блюдо тогда у вас должно быть такое, чтобы влезло в морозилку, но я замораживать ничего не буду, мы сейчас наварим, как наедимся, и все будет хорошо. Этой целью я вот беру вот такие вот эти дощечки, это Валечка спасибо мне присылала с Польши, они сейчас и у нас уже появились. Они очень хорошо для и в морозилку засунуть, и просто так выкладывать вареники, готовые на столе. Так, беру квадратик этот, начинки побольше. Я люблю начинку побольше в любом виде изделия. и пальчиком сюда захлопнули, захлопнули и завернули. Вот такие вареники делала моя бабушка. Никаких зверхиров она не вытворяла, потому что она их не умела. А вот такие вареники треугольные, большие делала моя бабушка Галя. Насколько они были вкусные. Вот вкус этих вареников, я пирожков бабушкиных на кефире и вот этих вареников я вот запомнила на всю жизнь, на всю жизнь. Поэтому то, что нравится, ты это никогда не забудешь и будешь повторять и стараться этот рецепт, чтобы запомнили твои дети, твои знакомые, делись этим рецептом. Вот и я с вами делюсь, чтобы вы знали, что вареники, как моя бабушка говорила, это не страшно. Если делать какое-то блюдо, какую-то еду, она говорила, для меня вареники самое легче заработы, самое легче. Вот такие вареники, мы их выкладываем на эту легко. И еще раз повторюсь, никаких отходов у нас нету, то есть мы ничего не перемешиваем. Вот как разрезали на квадраты, так и все это сформируем. Все, мои хорошие, вы можете немножечко отдохнуть, а можете, не знаю, займитесь, может тесто замесите, может я вас убедила, ну а я люблю вареники. Ну что, смотрите, я все это приготовила, не поместилась, и из этого теста вот осталось сколько всего обрезков, совсем-совсем мало, эти обрезки я сейчас перемешу с тем тестом, так что воду я поставила, ждем, сейчас пока прикрою на одну сторону, вот так вот все это, хотя можно даже вот сюда, просто вторую часть можно вареники формировать, ну просто не сильно много муки, чтобы они у вас не сильно муки набрались, вот так и в сторону, потому что они будут мешать, эти вареники будут мешать мне раскатывать еще одно тесто, все, достаю это тесто, вторую половину, можно попить кофейку, а француз поработает за меня, розовый француз, вы видите, не успела допить кофе, француз все сделал, спасибо тебе большое, сейчас я разрезаю точно так же и формирую вареники, а мой француз украинский Саша, это уже рука здесь ни при чем, сделает нам зажарочку, пока я буду формировать вторую партию француз по приготовлению у меня француз расскажет, что мне сделать, лук порезать, тебе зажарку на вареники с картошкой, сделай, какие ты хочешь, как тебе нравится зажарка, француз катал у меня тесто, а ты, пожалуйста, приготовь зажарку, какую хочешь, а я варю вареники, давай погуще, ну что, порежу сейчас лук, а я поставлю сковородку с маслом, давай, ты режь, потому что место тебе тут нет, да я не знаю, как его резать, как, ты шо, ты шо, не позорься, француз раскатал нечего делать, а ты должен, конечно же, кубиком, я думаю, так порежешь, так и будет, ну не мелко, да, ну нормально, у меня будет видео, два француза, я, если честно, я мелко лук не люблю, не любишь, делай как хочешь, два француза и украинка вареники готовят, так что давай, не опозорь, пожалуйста, Украину, тем более, что Украина, это наши вареники, не равиоли, ничего, а вареники, ну что ж ты не разговариваешь, я сосредоточился на нарезке лука, Саша готовит, так, лук порезали, наверное, я думаю, колбаску вот эту надо, немножко, вот этой колбаски порезать, я думаю, классно будет, наверное, всю, да, Сашенька, да, конечно, сколько там ездил, сильно занадто будет, да, давай, давай, видишь, она сама скопнула, так, Сашиня, ты тут нарезай колбаску, как хочешь, полосочками или как, как хочешь, да, я вот так просто полосочками езжурую, она распадется потом, конечно, но уже дело в том, что лук уже, то есть масло тебя нагрелось, и я сейчас бросаю вареники в воду, так что француз нарезает колбаску, резни, чтобы я показала, и забрала, или вот так можно, или вот так, как хочешь, Сашенька, только не сильно мелко, потому что оно будет сильно, вот так вот, видишь, это же нарезка, самый главный, копченый вкус будет, ты прав, Саша, это будет вкусно, сначала лук, а потом колбаску, так, все, нарезай, а я пошла. Сауса сковородка стоит, вода кипит, какие мы быстрые все, и сейчас я отправляю в воду, ой, не падайте, пожалуйста, ничего, чуть-чуть можно присолить воду, вороночка, вороночка, так, и отправляю вареники сюда, и сейчас быстро Саша готовит зажарку, все, как говорит, а тебе не кажется, что это чересчур зажарка для вареников, так это же французская, французская уча здесь, нет, Украина, это что, это сало, это хороший копченый сало, такая зажарка, ничего себе, ну нормально, так, у тебя уже масло разогрело, что ты ходишь гуляешь, бросай, вот уже все, лук свой бросай, зажарка дороже, 100 чинсами вареники, ну ничего, ай, ничего страшного, чуть-чуть туда олики, да, ты налыв, ну конечно, видите, как у нас, не пол литра, 6 рук, но пока вы видите 4, потому что, две руки уже свою работу сделали, поэтому сейчас, 4 руки, и очень удобно, я беру готовые вареники, они у нас не пристали к этому, ну конечно, сейчас я поменяю, сажу, Сашу, француз, даю, украин, на другую конторочку, потому что мне нужно сильнее огонь, а тебе поменьше надо, ну вот, а мне нужно добавлять, переставка, у нас рокировка сейчас, рокировка произошла быстро, вот так вот, сильно много не отправляйте вареником, ну можно сюда еще парочку волосить, ну я думаю, я отправляю уже колбаску, потому что лук уже прозрачный стал, да, что ты меня спрашиваешь, а я бы чуть-чуть больше зажарила, даже скино зажарила, ну лук пережаривать не знаю, я не люблю пережаривание, а давай среднее, давай среднее, а это же уже вариться не будет, чуть-чуть позолотистей, чуть-чуть бруштиновый цвет сделать, хорошо, сейчас пока колбаску, ну давай, давай, я не против, все, извини, давай, давай, я знаю, это твой лозунг, я знаю, 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 Сашуля, делай, а что ж ты меня спрашиваешь, сейчас на руководи, что ж мной, нет, слушай, что ж ты меня спрашиваешь, я становилась, ну так, для правила, да, 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 сегодня Саша хотел приготовить по типу бигаса, колбаска завалялась, того, но с рукой не может он готовить сегодня бигас, он у нас сегодня на таких работах, так, тогда ты там, на технических, подай пронесы называется, ну да, это ничего, ой, как пахнет, Сашуля, а чесночка туда заваришь или не хочешь? не, не хочу, не хочешь, не хочешь, укроп у нас внутри, разве что того немножко, чтобы приправа, приправа, чесночная, сейчас они всплывут, потом две минуты проварим, и готовы, ну, следи за варениками, а я, у меня работа еще есть, потому что, самую легкую работу на себя взяли мужчины, нет, самую тяжелую, извините, а самую легкую, лепить вареники, а надо бы наоборот, да, да, я взяла на себя, самую легкую работу, лепить вареники, так что, ну, расскажи там, кто-нибудь подписчик, а то они говорят, что ты с ними не дружишь, ничего не готовишь, нету возможности, во-первых, нету времени, во-вторых, Алла в больницу отвезла, мне пол руки отрезали, специально добавь, да, надо было пол языка отрезать, или нет, на, он шутит, Алла, короче, я думаю, хватит, шаваш, да, надо чуть-чуть, ну, а ты же говорил, добавь вещество с перчиком, ну, вообще, с уникой, что добавим, давай, копченое так пахнет, хорошо, ну, я скажу, что, да, я поняла, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, это значит, смотри, ой-ой-ой-ой, сейчас же я присыпала тот чеснок, он тут со специями, с перцами, он очень, не, не надо, у тебя тут ничего не найдешь, нет, извините, я у себя на кухне, хозяинка, возьми сумер, перцем чуть-чуть добавлю, цельно острая, нет, нет, ту, которая в зернах, вот эту, да, которая в мельнице, да, да, и будет хорошо, так, добавляй, и готовь миску, в которую мы будем выкладывать вареньки, потому что вареньков много, бери эту металлическую, потому что я в пластике не люблю горячее, а виталлическая, это большущая наша, старая, в ней будет совершенно надо, ой, как пахнет колбаса, это просто будет бомбезненно, конечно, все думают, что вареньки с картошкой, это вареньки с картошкой, нет, их можно сделать действительно очень вкусные, с колбасой, с колбасой, нет, не просто с колбасой, ты не просто колбасу добавил, хорошо, я выкручаю, отмечай, пожалуйста, что там с вареньками, ты следишь? еще не кипят, еще не кипят, хорошо, значит, тогда бери миску, а что ты французов там упоминала, как, ты что не знаешь, а, ты же там убирался, вареньки с лягушками должны быть, нет, у меня же француз на кухне, это, Анечка, в Франции прислала, одного француза быстрого, который, вот электричество работает, а второго француза, такого, домашнего, ну, правда, он розовый, но ничего, знаешь, это, как говорится, в каждом свои недостатки, и вот он, я выкручил, хорошо, молодец, миску доставал, большую, куда мы будем вареньки выбирать, и вот он сегодня, самый большой, ну, нормальный, вот этот с цветочками, да, 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 вот он на кухне, у меня иногда здесь, хозяйничает, а это Саша хозяйничает, достаёт, так тихо, в миску, другой миски, варенье, там и быть не может, да, о, кипят, кипят, Саша, закипели, помешивай, сейчас, я тебе сейчас с тобой поделюсь, я секретом, с которым со мной поделился, Виталик, сейчас я тебе скажу, чтобы вареньки не слипались, и чтобы они, были класснючие, еще класснее, чем они есть, мы сейчас сделаем, куда ж класснее, так, набери, пожалуйста, чашку холодной воды, давай быстренько, только, потому что вареньки у нас тоненькие, давай, 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 вот закипели, смотрите, буквально минуточку, не надо долго, потому что тесто у нас тоненькое, давай, и выливай прямо сюда, вот так, останавливается кипение, вы видите, все, и теперь давай сюда, добавляй в миску, чуточку зажарки, ложечкой, и выбирай вареньки, вареньки, ложечку, чтобы смазать ту партию, которую у тебя в костюме, хорошо, легко, сейчас смажем, смажем, и подержи так даже водичкой стекла, и выбирай вареньки, ах, какая красота, покажи, пожалуйста, какие вареньки, не, не, в миске, в миске, видите, беленькие, тоненькие, мемоненько, так, все, Саша, выбирай, вот так, вареньки перемешали, и присолили, давай, чуть-чуть, ты не солил еще, нет? давай, чуть-чуть присолю, все, перемешивай, и пошла следующая партия, давай, ты раскрути воду, а я буду усыпать, выкладывать вареньки, давай, что, крутить воду? воду крути, воронку сделай правильно, о, не сильно, не сильно, чтобы не вылетало, так, так, помешивай, 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 потому что я же все новые выкладываю, чтобы они же не прилипли, только осторожно, вареньки не трогать, просто делаем воронку, вареньки не трогать, ясно? и вот так не телепать, мужчины, как хочу, так не телепать, да, а кто будет стеночку мыть? конечно, вот вам все французы наши, украинские, ты, сказал так уверенно, ты, так, все, много не надо, все, закипит, всплыли, и, потом вынимаем, ну что, мы четко все рассчитали, вот это вот осталось, такие варенички с краев, картошки уже нету, все, так, наконец-то вареники наши готовые, значит, и посыпаем укропчиком, можно петрушечкой, на данный момент укропчик, ну что, французы, как там у вас дела? нормально? а что, французы? ну как я смотрю, француз, и ты, да что ты так ржадничаешь, вывали все прям, а ты так специально, да? я же равномерно, растягиваю удовольствие, но что, это же не все еще, а знаешь, за что ты забыл? середочка, правильно, да, ребята, смотрите, опять, в игру вступает опять украинка, французы сделали такое прекрасное блюдо, ребят, смотрите, какие варенички, со сметанкой, и мы вчера купили, вот эту норвежскую селедку, вы меня спрашиваете, все время, как это норвезка, вот она, смотрите, оселедец норвезский кэт эспец, знаете, что-то написано, она, конечно, дороговатая, она по 100 гривен килограмм была, а сейчас, покажи этикетку, а сейчас акция, это на нижней, а сейчас акция 69, короче, 70 гривен, ребята, норвезка, это вот такая селедочка, вот такая вот, смотрите, я на ней шкуру, не очищаю, сейчас уберу только внутренности, нарезаем кусочками, и шкуру объедаешь, она такая жирная, она чем-то похожа на иваси, которые были, знаете, в социализме, когда мы доставали по большому дефициту, вот эта норвежская селедка, сейчас я ее быстро, селедку, конечно, опять-таки, это селедка очень вкусная, да, это дело не французов, хоть французский, хоть украинский, это сейчас Алла сделает, ну, а вам спасибо, сейчас будем накрывать на стол, и будем пробовать вареники, ну что, вот такой сегодня обед у нас будет, благодаря двум французам и украинке, получилось очень вкусное блюдо, без мяса, это еще раз доказательство того, что можно готовить вкусно, и наедаться, не используя килограммами мяса, вот эта селедка, о которой я говорила, она очень-очень вкусная, ну и, конечно же, вареники, вот такие замечательные, с зеленью, со сметанкой, и с колбаской, то, что придумал мой француз, такую зажарку, я уверена, что это очень-очень вкусно, вы, посмотрев это видео, зарядитесь, как говорится, и юмором, и энергией, и обязательно на выходные, приготовить это блюдо, пробуем, так, беру вареничек, ай, варенички, ай, милые варенички, захоти, из рабы, тоненькие, вкусные, мм, я вам сказала, колбаска, такой привкус дала, интересный, знаете, оно не сильно, такое, прямо копченое, а слегка, так, очень-очень, даже-таки, довольно-таки, имеет место, посмотрите, не знаю, вам видно или нет, как я поворачиваю, как тень падает, насколько тонкое, вот это ушко, вот мне видно, вам нет, не знаю, как поставить, вот это вот, вот это ушко, которое залепило вареники, насколько оно тонкое, так, я знаю, что сейчас текут слюнки, и мне кажется, нету человека такого, если брать пространство Украины, Белоруссии, России, который бы не любил вареники, с любой начинкой, мне кажется, таких людей нету, все, готовьте, будьте счастливы, пусть у вас все получается, и знаете, что если у вас нету француза, ни одного, ни второго, ничего страшного, сможете приготовить сами, ой, я обратила внимание, смотрите, сейчас сметана стоит, посмотрите, что нарисовано на сметане, уберу фирму, вареники, вареники, с такой зажаркой, наподобие, как сделал мой Саша, все, до новых встреч, подписывайтесь, и будьте счастливы, до свидания,